На портал xget поступают вопросы. Можно ли дружить с теми, кто откровенно придерживается греховного образа жизни? Да, Священное Писание Ветхого и Нового Завета очень много говорит о том, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не обманывайтесь, худые нравы развращают людей, добрых людей, добрые намерения, добрые нравы, говорит апостол Павел в послании Коринфянам. Блажен муж, который не идёт на совет нечестивых, говорит псалмопевец Давид в первом псалме Великой книге Псалтирь. И множество таких примеров, в общем-то, мы с вами можем увидеть. Что же такое не ходить и не общаться с теми людьми, которые, в общем-то, придерживаются откровенных греховных нравов? Здесь, когда мы накладываем запрет на общение с нами других людей, мы должны очень внимательно посмотреть на то состояние, во-первых, кто определил, что этот человек ведёт открыто греховную, скажем так, брать. Если только я это определил, может быть, это будет лукавство с моей стороны, что вот я не хочу с этим человеком проводить время и намеренно, в общем-то, обвиняю его в грехе. Точно так же мы должны очень внимательно посмотреть на наше движение сердца. Если я люблю этого человека, если я переживаю за его состояние и понимаю, что, в общем-то, все мои действия будут бесполезны, тогда действительно я должен, в общем-то, ограничить себя в общении с этим человеком. Мы с вами прекрасно понимаем, что человек, что любит, к тому, в общем-то, и стремится. Человек, что хочет иметь в своей жизни, он об этом будет думать день и ночь. Точно так же и мы. Если мы мыслим о Христе, мы будем искать людей, вокруг себя собирать тех друзей, которые также мыслят о Христе. Если мы любим игры, то, естественно, среди наших друзей будут те, которые любят игры. Если мы любим читать книги, то, значит, вокруг нас тоже будут люди, которые читают книги и так далее, и тому подобное. Каждый, в общем-то, выбирает себе друзей, наверное, по тому желанию, сердце, которое есть. Но есть люди, которые приходят в нашу жизнь для того, чтобы и от нас что-либо получить, и от нас чем-либо, в общем-то, напитаться. И вот таким людям, естественно, нельзя в полной мере запрещать общение с нами. Может быть, именно через нас Господь хочет привести его к себе. Но хочу повториться, что человек, который находится в определённой среде, этой средой он обязательно пропитывается, заражается. Если на кухне не открыть окна, то когда вы жарите яичницу, все ваши встречные и поперечные в этот день будут знать, что вы сегодня жарили яичницу. От вас будет пахнуть именно тем, чем вы занимались. Точно так же и здесь. Чем вы занимаетесь, этим от вас и будет пахнуть. Каждая профессия пахнет особо. И вот каждый человек пахнет особо. И добродетель имеет, в общем-то, своё проявление, и грех имеет точно так же свой духовный запах. Поэтому не обольщайтесь, наши силы малы, наши силы невелики, и общение с ближним, с греховным ближним, оно, в общем-то, обязательно отложит след и на вас, и вы будете недалеко, в общем-то, от него парашют, от парашютиста недалеко падает. Поэтому будьте осторожны и внимательны на этом поприще. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.